Шин Рюджин По данным Forbes, состояние знаменитой рэперши Рюджин составляло около 5 миллионов долларов уже в возрасте 19 лет. Это неудивительно, ведь девушка родилась во влиятельной семье и выросла в одном из самых богатых районов Кореи – Гангнамгу в Сеуле. Она была богата еще до мировой славы, училась в очень престижной школе искусств Ханли Мульти Арт Скул. Шин Рюджин дебютировала в качестве участника группы «Идзи» в феврале 2019 года в компании JYP Entertainment. В группе она занимает позиции главного рэпера, фронт-вокала, ведущей танцовщицы и вокалистки. Благодаря своему таланту и огромной работоспособности, она смогла добиться славы, выйдя из-под тени влиятельной семьи. На сегодняшний день Рюджин является самой высокооплачиваемой рэп-исполнительницей Кореи, зарабатывая свой немалый капитал на концертах, релизах песен в онлайн-платформах, рекламе одежды и косметики. Также Айдол смогла зарекомендовать себя как талантливая актриса, хотя на данном этапе жизни уделяет больше времени музыкальной карьере. По официальным данным, общий заработок участников группы «Идзи» с концертов в 2022 году составил 584 тысячи долларов. 2023 год кей-поп-группа проведет в мировом турне с альбомом «Чекмейт». Стоимость билетов к турне варьируется от 180 долларов до 800 долларов за VIP-места. По предварительному подсчету, каждая участница группы за турне заработает около 700 тысяч долларов. С таким заработком певица могла бы себе позволить практически любую марку машины. Однако, как не раз признавалась Рюджин, она тяготеет к маленьким машинам. По многочисленным снимкам папарацци и постам в социальных сетях, видно, что она водит красный мини-купер. Ее любовь к малолитражным автомобилям настолько широко известна, что на одном из телешоу, куда была приглашена группа «Идзи», Шин Рюджин попросили покататься на детском автомобиле и припарковать его по всем правилам. Айдол справилась с заданием замечательно. Насыщенный график работ и особые условия контракта айдолов не оставляют места для личной жизни. Однако, в 2021 году ходили слухи об отношении Рюджин с участником группы NCT Хай Чан. Поклонники айдолов пришли к таким выводам, тщательно следя за соцсетями кумиров. Знаменитости якобы делали снимки в одинаковых помещениях, носили похожую одежду, которую можно было бы принять за парную, и пользовались похожими гаджетами. Однако, конечно, продюсеры опровергли данные слухи и домыслы. Как известно, участникам К-поп-групп запрещено иметь романтические отношения минимум три года с даты подписания контракта. Точный период данного запрета варьируется от самого контракта. Если данный роман в самом деле имел место, то этот факт тщательно скрывается, что вполне закономерно для кей-поп-индустрии. Одним из излюбленных хобби певицы являются танцы. Это неудивительно, ведь девушка получила профессиональное танцевальное образование и окончила школу искусств Ханлим, факультет практического танца. Как признается Рюджин, танцы были в ее жизни всегда. Она ходила с малых лет на все возможные танцевальные секции. Она танцует, когда счастлива, и поднимает себе настроение танцами, когда ей грустно. Любовь к танцам сильно повлияла и на карьеру артистки. Еще до своего дебюта в музыкальном коллективе Идзи, Рюджин засветилась как танцовщица в короткометражном клипе BTS Highlight Reel, что, как понимаете, невероятно престижно для начинающего таланта. После дебюта в группе Идзи, она продолжила параллельно сниматься в клипах других кей-поп-групп. Например, ее можно заметить в клипах M.Net Stray Kids и BTS Love Yourself. Рюджин, как и многие другие артисты кей-поп-групп нового поколения, стала частью музыкального коллектива Идзи после участия в реалити-шоу. Все началось с того, что она пошла на встречу с фанатами GOT7, когда училась в средней школе, и была выбрана для обучения, потому что привлекла внимание сотрудников JYP Entertainment на мероприятие. После этого она прошла второе официальное прослушивание и стала участницей тренировок JYP. Из-за этого девушка получила прозвище «Младшая сестра GOT7» и уже тогда получила большую поддержку от фэндома. В 2017 году она принимала участие в двух кей-поп-реалити-шоу «Выживание» Stray Kids и шоу прослушивания талантов Mix9JTBC. Рэпершу заметили на втором шоу прослушивания талантов. Она стала финалисткой и заняла первое место в женской команде, однако не получила права на дебютный альбом, так как ее команда проиграла в финале команде парней. Проигрыш в реалити-шоу не стал поражением по жизни. Продюсеры отметили пластику движений и талант Рюджин как певицы и предложили ей стать частью нового герл-бенда проекта. Однако она не сразу стала полноправной участницей группы. Ей пришлось много заниматься и репетировать. Как итог, в группу Идзи она попала одной из последних, впервые дебютировав в рамках группы в 2019 году. Сейчас она является одной из самых ярких исполнительниц кей-поп-группы Идзи. 2017 год стал для артистки знаковым, в том числе благодаря дебютной роли в кино. Она снялась в кинофильме «Де Кин» и показала прекрасную актерскую игру. Фильм был номинирован на множество наград и был позитивно оценен критиками. Фильм имеет рейтинг 6,9 из 10 на АМДБ, что является отличным баллом для азиатского кино. После того, как девушка стала участницей группы Идзи, ее ждал невероятный сюрприз, а именно воссоединение с подругой детства Хван Еджи. Девушки были знакомы с самого детства и были очень близки. Однако позже жизнь их раскидала и общение оборвалось. Оказавшись в одной группе, Рюджин и Еджи опять сблизились и теперь являются не только коллегами, но и лучшими подругами. По сравнению с другими солистками Идзи, Шин Рюджин имеет более мальчиковый, можно даже сказать дерзкий стиль в одежде и поведении. Девушка признается, что в восторге от своего амплуа. Оно очень подходит ее характеру и внутреннему стержню. «Я родилась 17 апреля 2001 года. Сами понимаете, я Овен, да еще и миллениал. По китайскому календарю вообще еще и змея. Во мне море энергии и непроходящее чувство протеста, которая влияет как на стиль одежды, так и на творчество в целом. Может именно поэтому мне так близок рэп?» делится рэперша. Ее дерзкий стиль также проявляется в любимых блюдах. Рюджин просто обожает все острое и пряное. Ей нравится еда с ярким и насыщенным вкусом. Любимое блюдо «Хлеб моча». Любимая книга артистки «Хорошо быть тихоней». Роман Стивена Чбоски. Также она просто обожает экранизацию фильма и игру Эммы Уотсон в нем. «Хорошо быть тихоней» повествует о переходном возрасте, бунтарстве и желании изменить свою жизнь. По мнению других участниц группы, Рюджин – самая начитанная и умная среди них. Она очень любит игры на логику, различные настольные игры, лабиринты и интерактивные игры с ловушками. Девушка просто обожает кошек. Возможно, не так фанатично, как Тейлор Свифт, однако при малейшей возможности позирует с милыми пушистиками. Пока у Рюджин две кошки по имени Бьюли и Дали. Но они не живут совместно с хозяйкой в общежитии группы, а находятся дома. Певица поделилась, что сама выбирала питомцам имена, потому что они такие мелодичные и созвучные. «У меня дома две кошки, и я назвала их лично. Старшую зовут Бьюли, Бьюли – это звезда, а вторую – Дали, Дал – это луна. В турне я очень скучаю по своим непоседливым питомцам». А вы знали, что мать и отец певицы являются именитыми врачами? Отец владеет больницей в престижном районе Сеула Гангнам. Родившись в семье медиков, сама Рюджин никогда не чувствовала желания пойти по стопам родителей. Девушка очень близка со своей семьей. У нее есть старший брат, между ними разница в два года. Брат далек от творчества, но очень гордится успехами сестры. Родители рано заметили многочисленные таланты своей обворожительной дочери и полностью поддержали ее при выборе учебного заведения. Несмотря на зажиточное положение своей семьи, для Рюджин было очень важно всего добиться самой. Ее упорство можно увидеть по списку проектов, в которых она успела поучаствовать. Еще пару интересных фактов, напишите, знали ли вы о них. Для Южной Кореи артистка довольно высокого роста – 164 сантиметра. Когда она улыбается, на щеках появляются симпатичные ямочки, что также большая редкость для кореянки. Любимыми цветами являются голубой, зеленый и черный. Рюджин обожает использовать их не только в одежде, но и в макияже. Нередко пользуется голубыми и синими губными помадами. На вопрос журналиста, чего бы тебе очень хотелось, но чего ты пока делать не можешь из-за правил контракта, девушка, смущаясь, ответила, что одно из правил в ее контракте не позволяет ввести свою собственную официальную страницу в социальных сетях. А ей бы хотелось больше делиться подробностями своей жизни с поклонниками, общаться с ними напрямую. Но таковы правила, и она уважительно к ним относится. Есть немало аккаунтов с ее именем в Инстаграм и Фейсбук, но их ведут преданные поклонники. Пока у Шин Рюджин общая с другими участницами ИДЗИ официальная страница в Инстаграм, количество подписчиков которой перевалило за 18 миллионов. На этой странице можно следить за выступлениями и за подробностями мирового турне группы. На этом все на сегодня. Делитесь в комментариях, входит ли Шин Рюджин в список ваших любимых кей-поп-певиц. Заслужена ли девушка получила статус одной из лучших рэперш Южной Кореи? Субтитры создавал DimaTorzok